Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо всем вам, что заглянули. Я, честно, с утра с мамой стараемся сделать классный стол. Очень много разных идей было, что можно приготовить. Я подумала, было бы интереснее разные блюда по чуть-чуть. Это очень затратно по времени, но зато, мне кажется, получился стол просто потрясающий. Здесь у нас символ нового года, середка под шубой. Также оливье. Котлеты с рубленым мясом и сыром. Очень красивые бутерброды с красной икрой и сыром Филадельфия. Но красная икра это искусственная. Здесь сыр, мой любимый, корейская морковка покупная. Пить мы с вами будем фанту. А моя любимая долма из листьев винограда. Я не люблю из капусты, как обычные голубцы, я люблю именно такие. Здесь невероятно крутая закуска. Такие бутерброды в виде елочек. С мамой их делали, честно, очень красиво. Я не знаю, на видео вам видно это все или нет. Обычные огурчики, корнишоны и помидоры. Приятного аппетита вам тоже. С наступающим вас Новым годом. Желаю исполнения всех ваших меч, чтобы в жизни все шло гладко. Все было отлично. Я, честно, сомневалась, стоит ли сегодня снимать это видео или нет. Потому что настроение у меня испортилось внезапно, на самом деле. Я узнала новость о том, что нам поднимают налоговую ставку. Кто не знает, мы раньше платили 5%, а теперь с нового года будем платить 20%. Если честно, когда я это услышала, я реально была просто в шоке. Ладно, вы знаете, подняли процентную ставку на 8-10, не знаю, но 20% это очень-очень много. И у человека напрочь умирает мотивация вообще что-то делать, если честно. Потому что 20% это очень много. Я, конечно, понимаю, что некоторые даже обрадуются, кому-то завидно. Обычно налоги платят с чистой прибыли. Но в нашем случае, в случае блогинга, я получу налоги со всего своего оборота. И это не чистая моя прибыль. Потому что, во-первых, нужно время от времени менять камеры, микрофон, компьютер. Программы для монтажа. Обложки делаешь, тоже программу оплачиваешь. То есть все деньги, которые мы зарабатываем, где-то 30% от этого мы еще и вкладываем в свой контент в обязательном порядке. Вот флешка меня подводила. Пришлось 40 мать заплатить и купить новую флешку. Таких тонкостей действительно очень много. И это все не учитывается. Вот сколько денежек мне село с Ютуба, с полной этой стоимостью я плачу налоги. А теперь мы будем платить 20%. Мы даже далеко не ходим. Я не хочу прибедняться, конечно. Многие, возможно, меня вообще не поймут. Но даже чтобы снять мукбанг, накрыть на стол, тоже надо обязательно закупиться продуктами, найти что-то интересное. Это тоже деньги. Возможно, очень крутые, крупные блогеры это не почувствуют. Но такие, как я, это чувствуют в полном объеме. С одной стороны, в России монетизации нету. С другой стороны, налоги, налогообложения. Понимаете? Все это вместе делает, к сожалению, нашу деятельность все сложнее и сложнее. Реально очень вкусно. Не то, что, знаете, я голодная. Я на самом деле не очень голодная. Но это настолько вкусно, настолько красиво. А еще я потеряла сережку. Свою любимую, золотую. Но у меня почему-то предчувствие, что я ее обязательно найду. Только вот где найду, непонятно. Мне кажется, я ее посеяла где-то дома. Но обыскала просто весь дом. Нигде ее, к сожалению, нет. Потом захотела надеть другую цепочку. И сломала застежку и цепочки, которую хотела снять. Короче, я очень надеюсь, что все эти проблемы, все эти моменты останутся в 2023 году. 2024 год будет нас только радовать крутыми новостями. Все-таки у меня есть надежда, что этот закон не вступит в силу. И что они хотя бы нас пожалеют. Там, знаете как, нужно на работу взять 3 человека, чтобы дальше продолжить платить 5%. Но я, если честно, для своей деятельности не вижу смысла брать на работу 3 человек. Платить им зарплату за что? В таком случае можно продолжить платить налог в размере 5%. Мне бухгалтер объяснила так. Ну вот я снимаю контент. Зачем мне кого-то брать на работу? Вкуснотища. В этом году это будет первый новый год в моей жизни, который я праздную не дома. И вот некоторые писали мне в комментариях, а как же мамочка, с кем будет праздновать мамочка. Честно, мамочка абсолютно не обижается. Мамочка пойдет к брату. И там у них прям будет очень много народа. Родственники жены брата. Поэтому там будет весело. И мама сама настаивает, чтобы я пошла отмечать Новый год с кем-то. Чтобы мне не было скучно. Вот. То есть я сначала спросила у нее, кто думает, что я просто бросила маму одну дома и пошла сама веселиться. такого, понятное дело, нет. Я вообще человек, который безумно трепетно относится к своим родителям. Я их очень сильно люблю, ценю. Всегда в любой ситуации прислушиваюсь. несмотря на то, что я уже не ребенок, мнение мамы для меня есть будет всегда авторитетным. Я сейчас быстренько сниму мупанк. пойду покупать подарки. Надеюсь, в магазинах продолжаются скидки. Эти елочки как новогодняя закуска просто находка. вкусные 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 Я практиковала такую практику, так скажем, мне кто-то из наших родственников, не помню кто, сказал, что надо обязательно свое желание на следующий год написать на листочки и поставить на елку. И вот тогда мое желание исполнилось. Сейчас тоже надо написать на листочки налоги, чтобы были 5%. Вам тоже портить настроение я не хочу. Надо настраиваться на позитив. Я желаю, чтобы для всех, для вас этот год был обязательно удачным. Я думаю, самое главное запрограммировать себя на успех. В таком случае точно все будет замечательно. Очень вкусная селедка под шубой. Прям нереально вкусная нежнятина получилась просто. А знаете почему? Потому что я добавляю не так много майонеза. И тот майонез, который есть в составе, он смешан еще и со сметаной. Так получается нереально вкусно. А тут такая нежнятина просто. Что я не знала, снимать мукбанг или нет. Думала, а потом я вспомнила. Три года назад я не сняла для вас праздничный мукбанг. Потом было очень много комментариев по типу того, что как ты могла, даже нас не поздравила. Это очень обидно. В общем, аудитория на меня немножко обиделась. Они, кстати, были правы. Давайте немножко помечтаем. Какие планы у нас на 2024 год? Для меня очень важно найти свою любовь в новом году. И, возможно, даже выйти замуж. Почему нет? Вторая мечта. Купить квартиру. Ту, которую я хочу. Пусть даже в рассрочку. Пусть даже в ипотеку. 10 лет буду платить за нее. Но хочется. Можно, знаете, даже вложиться в какое-то здание, которое строится. Потому что я хочу определенный этаж. Это 14. А высокие этажи в тех зданиях, которые нравятся мне, они стоят дороже, чем низкие. Поэтому придется раскошелиться. Естественно, здоровье близких людей. И очень хочу в этом году тоже куда-то поехать. В прошлом году мы потратили не так много. Поехали в Грузию. Но сколько эмоций было. Мне очень понравилось, как мы отдохнули там, провели время. Было действительно очень занимательно. И, можно сказать, в году это было самое запоминающее событие, которое ярко осталось в памяти. Поэтому в следующем году тоже я планирую в обязательном порядке куда-то поехать. Возможно, это будет Турция. Возможно, Европа. Посмотрим, как карты лягут. Ну, а так, на самом деле, это все мелочи. Самое главное, крепкое здоровье, близкие люди рядом, чтобы люди вас не предавали. Радовались вашим успехам, потому что это тоже очень сложно. Есть люди, которые не могут пережить ваш успех. Это касается даже друзей. Есть друзья, которые до какого-то времени рядом с тобой, когда твои дела супер хорошо идут, у них появляется зависть по отношению к вам. Так вот, я желаю вам, чтобы в вашей жизни таких людей было минимальное количество. В этом году это последний мукбанг. И огромное спасибо, что досмотрели его сегодня до конца. Здесь должно было быть шампанское, но я сегодня еще за рулем. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Встретимся в следующем году.